Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяния святых апостолов». Глава 19, стихи с 1 по 8. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровов? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, на что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павец сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами совершаем, прежде всего, память пророка-притечи Крестителя Иоанна, соответственно, и отрывок такой необычный из книги Деяний. Книга Деяний, как вы знаете, прочитывается полностью уже в период триоде цветной, то есть в период пасхальный. И мы там в течение сорока дней читаем книгу Деяний, но в течение года мы иногда читаем книгу Деяний в дни особых поминовений, когда положено чтение данного произведения Нового Завета, данной книги Нового Завета. Итак, сегодня у нас 19 глава, где повествуется не конкретно об Иоанне Крестителе, но об Иоаннитах так называемых. И нужен небольшой экскурс в то, о чем я сейчас сказал. Нужно понимать, что когда мы говорим о Церкви Христовой, мы подразумеваем конкретное собрание людей, верующих в то, что Господь Иисус Христос умер на кресте и воскрес. Мы доверяем откровению Церкви о том, что есть вот четыре Евангелия, где передается жизнь и дела Спасителя нашего, события, связанные с Ним. Мы читаем корпус Павловых посланий, книг, связанных с Ним. Читаем корпус посланий других апостолов. Мы всему этому доверяем. Но нужно понимать, что общество в первом веке не было так монолитно. Да и сейчас оно не монолитно, как мы видим. И тогда существовали различные околохристианские течения. И одно из таких течений, которое было в дискурсе христианства, в контексте христианства, это было течение последователей Иоанна Крестителя. Основная их масса потом стала христианами. И даже апостол Андрей Первозванный, скорее всего, изначально был последователем Иоанна Крестителя. И Господь наш Иисус Христос набирает в себе учеников в большинстве своем, из последователей Иоанна Крестителя. И здесь мы видим, что апостол Павел встречается с этими последователями. Это не единственное место, где мы видим вот эту встречу. Есть и другие отрывки Священного Писания. Когда мы будем их читать, я буду об этом говорить сейчас, не будем на них акцентировать свое внимание. Итак, обратимся непосредственно к тексту. Во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им. То есть мы видим, эти ученики были в Эфесе. Приняли ли вы Святого Духа у веровав? То есть, смотрите, очень важно это принятие Святого Духа для христиан. Это было как некая такой лакмусовой бумажка, неким критерием истинного христианства. Это именно принятие Духа. Сейчас мы бы сказали, при крещении совершено ли над вами миропомазание? Или вы просто крещены? И то даже это очень такое натянутое сравнение, очень натянутое. Но отдаленно оно приближено к этой ситуации. Потому что Иоанново крещение было крещение в покаянии, но не крещение во имя Господа Иисуса Христа, каким оно становится после, уже в христианскую эру, в новозаветную. И вот он их спрашивает, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Опять же таки, смотрите, Дух Святой принимается через веру, а вера от слышания. То есть должна быть проповедь, должно быть слышание, должна быть вера, и она предполагает уже и предопределяет, скажем так, в какой-то мере принятие Святого Духа. Минимальное количество именно механических обрядовых движений должно быть. Таинство крещения и сам обряд крещения – это уже вершина горы, к которой мы поступаемся из поднизовья, из подножия горы. А подножие начинается там, где мы слышим Слово Божие, обращенное к нам. А для этого нужно иметь открытое сердце. Но это уже отступление. От текста «Они же сказали ему, вот эти вот люди из Эфеса, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Вот чем отличаются последователи Иоанна Крестителя от последователей Господа Иисуса Христа. Каким-то образом иоанниты, они выпали из этого контекста проповеди Иисуса Христа. То есть какая-то часть учеников последовала за Христом, и мы знаем даже, что сам Иоанн Креститель потом сомневается, а того ли он крестил, он посылает, «Ты ли тот, о ком все говорят?» И вы знаете, что ответил им Спаситель. То есть мы видим сомнение и в Иоанне Крестителе. То есть он не сошел, а он еще оставался какое-то время на своей смерти мученической. И далее уже действует Господь. Но вот часть последователей Иоанна Крестителя, она каким-то образом не примкнула к Иисусу Христу. Возможно, они уже ушли из Палестины в диаспоры свои. Ну, разные гипотезы здесь могут быть. Но так или иначе, они об Иисусе Христе не слышали. И вот они крестились только крещением покаяния от Иоанна Крестителя, от великого пророка межзаветного. И они отвечают, что мы не знаем, а есть ли он вообще. То есть они ничего не знают об Иисусе Христе. Он же сказал им, во что же вы крестились? Как вы? То есть он говорит, что как вы можете креститься? И как вы называете себя крещенными, если вы не получили Духа Святого? Он спрашивает, как же вы крестились? Во что же вы крестились? Потому что крещение во имя Иисуса Христа предполагает веру и принятие Духа Святого. Здесь мы видим, что они отвечают, во Иоанна вы крещение, которое не предполагает принятие Духа Святого. Потому что он еще не был открыт крестной смертью Спасителя и воскресением Его. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по ним, то есть во Христа Иисуса. То есть он говорит, что это было при уготовлении к принятию истинного крещения Духом Святым и огнем. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками и пророчествовать». Мы видим, что именно принятие Господа Иисуса Христа как Спасителя предполагает сошествие Святого Духа, и мы видим в тексте необходимые маркеры того, что Дух действительно сошел. Они начали говорить иными языками и пророчествовать. В первом веке это было критерием принятия Духа Святого. Сейчас в этом нет необходимости, у нас другие критерии, но тогда это было необходимо. Всех их было около человека, около 12. И вот таким образом ряды христианства пополняются за счет как раз-таки учеников Иоанна Крестителя постепенно. Сегодня мы прославляем этого великого угодника Божия, великого пророка Предтечу, словословием Его и понимаем о том, что Он крестил в покаянии для того, чтобы приуготовить сердце человеческое перед грядущим за Ним. То есть сердце человеческое должно быть открыто перед Господом Иисусом Христом. Давайте будем его открывать, следовать за Господом, и помнить, что когда мы читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова